Эфир на БУК-ТВ продолжает информационный блог. В студии Ирина Левчук. Здравствуйте! Главной темой сегодняшнего выпуска будут материалы наших корреспондентов о масштабных мероприятиях, подготовленных в городе Бресте ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, к 80-летию начала Великой войны. 22 июня для Бреста, города с тысячелетней историей, в которой были и счастливые, и трагичные страницы, время особенное. Это День памяти. Памяти об одном из самых страшных моментов истории и о том, какой была жизнь до Великой Отечественной войны. Стремительно несущееся время удаляет от нас годы военного лихолетия, но не стирает их из человеческих сердец и судеб. Народ-победитель заслужил, чтобы его подвиги помнили и спустя десятки, и спустя сотни лет. Каким был последний мирный вечер, 80 лет назад мало кто помнит, но сегодня есть возможность почувствовать дух того времени и настроение. В атмосферу предвоенного вечера окунулись и наши корреспонденты. Каждый год вечером 21 июня главный пешеходный променад нашего города улица Советская превращается в ретро-мир 41-го года. Здесь все как тогда, будто только что вышедшие из машины времени стадные офицеры прогуливаются с элегантными дамами в белых носочках. Боевая техника, громко играющая для людей ретро-граммофоны, в воздухе витает дух истории. Сегодня военные реконструкторы из разных стран и городов съехались к одному месту силы. Они здесь для того, чтобы 22 июня отдать дань предкам, почтить их память, вспомнить о прошлом, рассказать и показать об этих значимых для нашей Родины событиях. Важно, что в этот день здесь много молодежи, а самое главное, что у них есть неподдельный интерес к истории. Они пришли и не просто хотели принять участие в этом событии, а действительно готовились к нему и не один день. Это ценно, ведь после нас именно им нести и передавать вместе со знаменем победу – это непростую историю. Без знаний о прошлом нет и будущего. К участию в реконструкции я готовился уже несколько лет, по частям собирал этот комплект. Формы – это форма образца 1935 года, еще довоенная. Но на самом деле собрать форму для мирного населения – это не менее сложно, чем для военных, потому что у военных все по уставу, все понятно. А вот найти где-то в деревнях, на чердаках платье, одежду, как носили в 30-е и 40-е, это на самом деле нам очень много стоило трудов. Предстоящая ночь – это боль, это боль. Просто вот мы едем, люди машут, и у меня наворачиваются слезы. Марши, казалось бы, да, победные марши. А задуматься о том, что предстояло этим людям, сколько предстояло, и сколько из них выживут – вот это вот просто боль. Даже когда все улыбаются и радуются, наворачиваются слезы на самом деле. Никого, абсолютно никого мирный вечер не может оставить равнодушным. В этом его основная задача. Даже если по щеке не прокатилась слеза в этот день, совершенно точно в сердце каждого зрителя, каждого проходящего мимо горожанина и гостя города Бреста будет зреть зерно гордости, уважения и бесконечной благодарности к отважным воинам-героям. Особенно приятно и ценно, что принять участие в мероприятии или просто быть наблюдателем считают за честь жителей других стран, и даже долгая дорога, и не всегда легкая дорога, их не останавливает. Перевоплощаясь, они приходят как будто в другое измерение. Они сами становятся человеком 1941 года. Пока мирным человеком. Эта радость, она неизбежно превратится в ужас и кошмар, в беду. То есть, конечно, те люди, наверное, не могли испытывать этих чувств, они радовались. У них был выходной, у них было все хорошо. А зная то, что произошло, конечно же, грусть, печаль, тревога, то есть, со слезами на глазах, скажем так, действительно. Мы занимаемся военно-исторической реконструкцией, приезжаем каждый год, интересно, хорошо все устроено. То есть, так сказать, почувствовать сопричастность тоже к этому. Мне кажется, пропустить 22 июня в Брестской крепости уважающий себя реконструктор просто не может. Сейчас это, безусловно, радость, да, то есть, мы же не знаем, что завтра начнется война. То есть, мы радуемся, потому что лето, тепло, у детей каникулы начинаются. И, в общем-то, ничего не предвещает беды. Завтра у нас будут совершенно другие эмоции. Когда вы придете на реконструкцию, у нас будут совершенно неподдельные слезы, потому что здесь находиться на поле, где произошло такое, ну, не плакать просто невозможно. И пока горожане наслаждались атмосферой выходного июньского дня, на заставах пограничного Бреста жизнь шла своим военным ходом. Тогда, 80 лет назад, никто и не знал, что эти сутки станут для 51 пограничника последними. Вечер 2021-го. 51 курсант Института пограничной службы Республики Беларусь единым строем вышли в скорбном молчании на боевой расчет, неся в руках портреты пограничников 41-го года, которые в это же время, 80 лет назад, заступили на охрану государственной границы. Именно они, военнослужащие 17-го погранотряда, мужеством своим шагнувшим в бессмертие, первыми встали на защиту священных рубежей Родины. Василий Жуковский, Сергей Гришин, Алексей Герасимов, Гавриил Головненко. Эти и многие другие герои, запечатленные на фотографиях, разрушили планы Вермахтана, получасовой захват Брестской крепости. Первый шаг и важнейший вклад в победу, в великую победу советского народа, внесли бойцы и командиры Брестского гарнизона, пограничники всех пограничных застав Белорусского пограничного округа, бойцы и командиры Красной армии. Моего расчета акция, которую в шестой раз проводят представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. Вспомнить поименно всех тех, кто погиб в первые дни войны, значит дать им шанс заступить на стражу рубежей, правда, не территориальных, а рубежей памяти народа и страны. Было очень волнительно держать фотографии тех, кто на этой земле в Брестской крепости первыми приняли удар немецко-фашистских захватчиков и, уйдя в дозор, отдали свои жизни, защищая свое отечество. Это было очень волнительно. Наша задача почтить память тех героев, которые ушли тогда, на защиту своей границы. Также задача была помочь им вернуться снова сюда, чтобы их увидели снова. Участие в ритуале принимают не только курсанты Института пограничной службы. Каждый год в Брестскую крепость приезжают родные и близкие тех, кто отдал свою жизнь, защищая Брестский форт-пост. Среди них Валентина Черненко, дочь начальника заставы. У меня уже четыре поколения пограничников. Да. Муж, я в части прослужила тоже больше 30 лет. Вот отец начальник заставы, муж, потом дочь, сын майор. А сейчас внучка служит. Это дело святое. Я сначала хотела, чтобы сын. Как-то мы приучались. Сын сам захотел. Уехал в Москву, поступил в этот пограничный институт. И все с удовольствием шли. И нас как-то пограничники не бросали. Все время как-то одна семья была. Святое дело память. И мы помним. Подтверждая тем самым, что события Великой Отечественной войны не забыты. А эпоха трагических сороковых еще долго будет жить в сердцах потомков тех, кто пережил эти непростые годы. Война и сегодня – это громкий, искренний и волнующий крик, который доносится из прошлого до каждого человека. Относиться к ней с равнодушием едва ли характерно для кого бы то ни было. Так уж он устроен, белорусский народ. Что предшествовало новой, сегодняшней истории государства, легко пересказать из учебника, но невозможно представить и ощутить, не увидев собственными глазами и не прочувствовав горечи и скорби роковых сороковых. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны вызывает гордость у потомков. Каждый год белорусы и гости с синевкой стремятся попасть в Брестскую крепость, символ мощной преграды на пути противника, почтить память ушедших безвременно, ушедших трагически во имя мира и справедливости. Большинство из нас – дети мирного времени, не знавшие огня бомбежек, голода и мучительной жажды, небо, затянутого черным дымом. А ведь это лишь малая часть того, что приносит с собой война. Тяжело представить, что было 80 лет назад. Но те люди, которые положили жизнь во имя нашей жизни, во имя памяти, во имя жизни в мире, во всем мире, находятся здесь их души и ждут, чтобы мы приходили и помнили о них. 80 лет, когда герои Брестской крепости держали натиск, и не жалея силы, все погибли и стояли, стояли, стояли. И не один день совершили величайший подвиг. И вот тогда было ясно, что наш народ просто так не взять. Да, было трудно, было очень тяжело. Но все-таки выстояли, а мы должны донести это все до поколений из последующих, чтобы помнили, знали и ценили. Брестская крепость первой приняла удар фашистской Германии и при неравных силах сумела продержаться 32 дня. Немцы планировали взять Брестскую крепость за первые 8 часов. Однако ни через день, ни через два их планам не суждено было сбыться. Официально последним днем осады Брестской крепости считается 20 июля. Именно этим днем датирована запись на стене. Умираем, но не сдаемся. Они истекали кровью, но не склонили головы перед врагом. Во время героической обороны на территории Брестской крепости погибло около 2000 человек. И теперь каждую ночь 22 июня это место превращается в аллею жизни, аллею памяти, куда приходят не только сами брещане, но считают своим долгом приехать за тысячи километров люди из самых разных регионов. Мы вообще издалека приехали, во-первых, мы из города Тюмени к вам приехали сюда, да, мы это Кижеватовское движение, мы чтим память Андрея Митрофановича Кижеватова. У нас очень большой, так сказать, республика кижеватовцев. Вот мы представляем на сегодняшнем мероприятии и вот идем туда сейчас. Ощущение классное, то есть не первый раз здесь уже в крепости в 4 часа. Я, если честно, сам бережу происходящее тут событие, и это поистине очень взбудораживает. Все-таки Брест – это реально священная земля. И таких людей, приехавших самостоятельно или в составе различных делегаций, сотни, а может и тысячи. Они не хотят, чтобы память о героях Великой Отечественной войны и их подвиге исчезла бесследно, стерлась, как будто бы ничего и не было. Мы специально приехали на это мероприятие, сюда готовились. Действительно, с волнением и требованием ожидаемого начала и считаем для себя чрезвычайно важным. И я думаю, нам очень сильно, всем членам делегации, нас 50 человек, повезло, что мы сегодня находимся здесь вместе с вами. Просто не могли пропустить мимо наших сердец туда, то и решили, что мы приедем сюда. Обязательно возложить цветы в честь павших, в честь тех, кто защищал, в честь тех, кто более трех недель держал оборону и не дал врагу пройти мгновенно, молниеносно. Поэтому мы все здесь, у нас около 40 человек, мы приехали для того, чтобы почтить и поклониться героям, которые здесь погибли. Митинг, минута памяти и реконструкция тех страшных событий до слез пронзит душу каждого и заставит пересмыслить многие, казалось бы, очевидные вещи. Главное, чтобы этот опыт войны остался единственным, который больше никогда не повторится. 22 июня 1941 года. 3 часа 30 минут. Город мирно спит. А на подступах к Брестской крепости в радостном предвкушении от, по их мнению, быстрой победы над советским народом, фашистская орда. Однако серое полчища во главе с диктатором Гитлером не учли самого главного – уникальной внутренней силы духа, мужества и греизма наших солдат. Пограничный Брест принял первый удар немецкой армии в славной и греической цитадели, которую рассчитывали захватить за каких-то 8 часов. Не удалось. 80 лет прошло с начала войны, но и спустя десятилетия мы скорбим обо всех погибших и помним о них. Для памяти и скорби нет временных промежутков. И поэтому каждый год, 22 июня, тысячи людей приходят на митинг «Реквием» в Брестскую крепость, чтобы склонить головы пред памятью воинов сороковых, погибших и вечно живущих в памяти народной, поклониться ныне живущим солдатам победы. Первый удар войск гитлеровской Германии в сорок первом приняла на себя Брестская крепость, и именно ее защитники, мужественные, отважные, сильные, показали, на что способен народ, защищающий свою родину. Именно здесь, на священной земле цитадели над Бугом, был заложен первый кирпичик победы. Именно здесь, в предрассветной тишине мирных лет, каждый год утром 22 июня проходит митинг «Реквием», на который приходит почтить память павших люди разных возрастов, военные, гражданские, из разных городов и государств. День начала войны для каждого присутствующего – день памяти и скорби. 80 лет начала войны, все-таки это дата. У нас два деда похоронены в Белоруссии, один командир партизанской бригады, Васютин, вот. И второй тоже, Васютин под Гумелем, перезахоронен с Польши. Специально проехали проведать, пройтись по музеям. Я родилась, когда война началась, 20 лет прошло. Откуда я могу знать? А теперь вот, а молодежь вообще ничего не знает. А самое главное, не хочет это знать. Для этого и нужна, чтобы видели, как это сложно и тяжело, чтобы это вообще никогда не повторилось. Потому что я гражданин своей страны, потому что я помню подвиг народа советского, потому что я помню своего деда, который погиб под Сталинградом, потому что я помню, что это страшное время было для нашего государства, которое никогда не должно повториться. Я вообще-то чувство патриотизма испытывал всегда. Сам служил в вооруженных силах 27 лет, уволился званием подполковника. И мечтал просто побывать в Бресте, посмотреть, как люди защищали нашу Родину. В то время Советский Союз. И вот я достиг, как говорят, своей мечты, хоть на старости лет, но побывать на этой земле. И посмотреть, вспомнить всех павших во время войны. Вот уже много лет Брест не спит в эту ночь. Горожане считают своим долгом встретить рассвет в крепости. Они помнят и чтят тех, кто 80 лет назад, не раздумывая, первыми приняли бой и самоотверженно защищали нашу Родину. Помнят об ушедших безвременного имя мира и справедливости, гости приграничного Бреста и ветераны, для которых этот день отзывается особой болью. Я сам участник в это время. Я уже стоял на огневой позиции в Ленинграде. Встречал его три часа ночи. Я уже встречал. Уже была тревога. Номер один. Объявление войны. Я уже стоял на огневой позиции зенитной артиллерии, защищая небо Ленинграда от налета в немецкие авиации. Люди приходят, не забывают и чтят память тех, кто здесь, на Брестской земле, первыми встретили коварного врага. Мне пришлось с отцом в 41-м году на пограничной заставе принимать первые минуты боев на пограничной заставе. Летний вечер 21 июня был теплым и радостным. Тогда еще никто не знал, что завтра будет война. В зонном клубе Бреста шла репетиция местной самодеятельности. Счастливая и умность, как положено, бурлила! Но все это в один момент оборвалось. Планы людей, их судьбы и жизнь страны были разрушены. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 80 лет назад на территории Брестской крепости под шквальным огнем врага началась Великая Отечественная война. Солнце едва взошло, счастье спокойного утра нарушила бомбежка. О событиях тех страшных и кровопролитных сороковых нельзя говорить без замирания сердца. В той ужасной трагедии, которая длилась так долго, страна потеряла каждого третьего белоруса. И каждый третий погибший белорус заслуживает слов признания. И к каждому солдату, деду, отцу, брату, матерям и сестрам, всем героям, известным и безымянным обращается ныне живущие в минуту молчания. Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест. Когда говорят об испытаниях, вспоминают Брест. Когда говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брест. Это общее для нас начало войны, символ этого начала, трагического и героического. И когда мы говорим Брест, ведь это мы думаем не только о защитниках Бреста, мы думаем вообще о том, как мы выстояли, как мы остановили врага, как мы разрушили его планы, как немцы не дошли за шесть недель до Москвы, как рухнул блицкрик, как они проигрывали войну. Это слова Константина Симонова о войнах, отстоявших победу, о победителях. И к этим строкам нельзя ничего добавить. ПЕСНЯ СИГНАЛИЗАЦИИ В память о героях долг каждого из нас, наследников Великой Победы. 41-й год, несмотря на горечь утраты, кровопролитное противостояние подвигами свят. Без героизма и мужества наших защитников не настал бы мирный 45-й. Именно здесь, на священной земле Брестской крепости начинала коваться победа. И в эту скорбную ночь мы вспоминаем об ушедших героях, которые всегда будут жить в наших сердцах. Сегодня ночь действительно необыкновенная. Кроме того, 80 лет начала вероломного наступления фашистских захватчиков на нашу страну. Дружь бежит сегодня по телу. Ты понимаешь, что нет тех людей, которые оставили нам свободу, оставили то государство, в котором мы сегодня живем. Сегодня мир на земле, в родной Белоруссии. Мы сегодня понимаем, чего он сегодня стоит, как с политической точки зрения, так же и моральной. Сегодня брещане ждят этот памятник, этот праздник, потому что, к сожалению, здесь началась война. Поэтому Брещено всегда будет нести это гордое звание Герои крепости, где родились первые герои, которые защитили и показали, что такое Родина. В этой памяти о жуткой и кровопролитной войне наша сила. Сила белорусского народа, который выстоял и победил. И каждый раз, обращаясь к многовековой истории, мы обязаны помнить подвиг тех, кто в суровом 1941 году дал нам возможность жить. И как логическое продолжение митинга реквиема масштабная сценическая постановка «22 июня. Брестская крепость», в которой в этом году приняли участие порядка 300 реконструкторов. Ночь с 21 на 22 июня в Бресте всегда особенная. Тысячи людей не спят, чтобы на рассвете прийти в священную цитадель над Бугом и стать участником или свидетелем масштабной постановки. Восстанавливая первые минуты легендарной битвы, организаторы памятной акции ставят перед собой одну единственную цель – показать весь трагизм войны. Как сохраняют память о войне, смотрите прямо сейчас. Самое главное историческое мероприятие – реконструкция «22 июня. Брестская крепость». В этом году празднуют свой юбилей – 10 лет. В связи со все еще сложной эпидемиологической обстановкой во всем мире реконструкция немного утратила свою количественную мощь, но ничуть не утратила, а только приобрела качественно. Новые вдохновленные участники, неиспользуемая ранее техника, наибольшую зрелищность реконструкции придают мощные, содрогающие землю взрывы, использование в постановке оружия и серьезной военной техники. Немецкие мотоциклы, грузовой автомобиль «Молния», танк Т-38 с любовью, называемый «Танкетка», советский боевой бронеавтомобиль 1930-х годов. Все эти редкие раритетные боевые машины придали особый дух событию, дух конца июня 1941 года, дух страха, ужаса и боли. Реконструкторы – люди, перемещающиеся без машины времени между эпохами. Они любят историю, любят родину, они горды своими предками. Своим трудом они хотят донести до еще совсем молодых поколений страшную, но такую правдивую историю, тем самым дав им урок. Мирное небо важнее всего. И такая страшная война никогда не должна повториться. Однако, вероятно, весьма высоких. Нетрудно заметить, что в боевом составе полка остаются единицы офицеров. Этим утром на поле боя присутствовали члены белорусских, российских, прибалтийских и украинских военно-исторических клубов. Многие из них преодолели тысячу километров ради этого утра. Это действительно много значит. А для членов военно-исторического клуба Брестская крепость – этот день – один из самых ответственных и особых. Это совершенно точно не просто их хобби. Это уже большая часть их самих. Это для нас дорого по-своему. Мы бережем этот клуб, культуру. У меня отец воевал. Поэтому для меня это по-особому дорого. Живя в Бресте, я думаю, что каждый житель должен помнить, понимать и не забывать ту историю, которая происходила в тех местах, в которых мы выросли. Историю наших предков, дедушек, прадедушек. И когда задумываешься, то, что здесь происходило и чем пропитаны эти места, горем, скорбью, становится достаточно печально. Но принять участие и почувствовать – это, наверное, большая честь все-таки. Потому что осознать и понимать то, что происходило в этих укреплениях, в этих казематах, думаю, что невозможно. Только поучаствовав в этой реконструкции. Мирный день. Страшнейшие эпизоды боя. Воссозданная атака Матевосяна, пленение Гавриловой и других семей командиров, а также живой щит, когда немцы, прикрываясь людьми, в том числе и детьми, пытались прорваться в крепость. Все это – значимые эпизоды обороны крепости, которые были продемонстрированы большому зрителю. Читая об этом в книгах, видя это в фильмах, сложно в полной мере прочувствовать весь ужас. Утро 22 июня. Видя это своими глазами, дети и подростки, как-то не по-детски, мудро, это все понимают и пропускают через себя. Страшно было. Интересно встретить. Я понимала, что происходило это все в реальности. Вообще было очень интересно. Почему вы приходите там? Ну, хочется вспомнить тех, кто защищал родину, жертвовал собой и боролся, несмотря ни на что. Очень важно. А для кого? Для молодого поколения. А то забудут и будут думать, что фашистов обили американцы. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Телекомпания Бук-ТВ. Вы смотрите выпуск новостей на канале Бук-ТВ, посвященной и приуроченной ко дню всенародной памяти и скорби. Мы продолжаем. Память о погибших солдатах в годы Великой Отечественной войны самой кровопролитной и страшной в истории нашей страны жива до сих пор. О них не дают забыть ежегодные траурные даты, истории наших предков и нахождение новых останков погибших бойцов. В преддверии дня начала Великой Отечественной войны на гарнизонном кладбище торжественно перезахоронили и останки двух бойцов, погибших самоотверженно защищая наше Отечество. Прах защитников перезахоронили со всеми полагающимися воинскими почестями, почетным караулом и ружейным салютом. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Память о погибшем в годы Великой Отечественной войны не имеет срока давности. Проходят года, но не утихает боль утраты. Не стираются из народной памяти воспоминания о жертвах тех роковых сороковых. В преддверии Всенародного дня памяти и скорби на гарнизонном кладбище собрались люди, чтобы отдать дань памяти и уважение погибшим защитникам Отечества. Вы знаете, наверное, это определенный урок для нашей молодежи, в первую очередь. Они должны понимать, что война – это не компьютерные игры. Война – это потеря близких, родных, это слезы, это печаль, это горе и на самом деле это страшно. Поэтому мы с вами не должны допустить повторения тех событий, которые были на территории в том числе нашего государства, начаты 80 лет назад. В этот день торжественно перезахоронили прах двух бойцов, погибших самоотверженно защищая наше Отечество. Их останки были найдены на территории Кобринского укрепления Брестской крепости и вблизи границы в районе деревни Козловича. Один из них – это наш брестский ополченец, который оборонял в 1939 году, ориентировочно 16 сентября, как раз вот то место, на котором мы находимся. Здесь пытались темцы форсировать водяной ров, и он держал оборону на валу. Очень героически сражался, нашли там несколько десятков обоим, кольца от гранат, и получил ранение в ногу, перетягивал ее жгутом, а потом смертельное ранение было в затылок. Наш брещанин примерно 40 лет, возраста 40-45. Второго бойца нашли на поле в символичную для Бреста дату в год его тысячелетия. Это был освободитель города, который погиб в июле 1944 года. Прах защитников перезахоронили со всеми полагающимися воинскими почестями. Останки советского бойца в братскую могилу, где покоятся 69 воинов Красной Армии. Второго бойца на польском участке гарнизонного кладбища. Этих героических людей разделяют время и армии, но объединяет одна цель – защита Родины. Эта страшная война загубила миллионы людей. Она такой вдавила след и стольких на землю положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живым. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет. И ставит, ставит обелиски. 21 июня в рамках масштабного историко-просветительского проекта в Брест прибыл поезд Победы. В 9 из 12 вагонах расположена уникальная экспозиция, благодаря которой гости погружаются в атмосферу довоенного и военного времени. Задействованы различные спецэффекты. Современное аудиовизуальное средство для эффекта погружения, а прослушать экскурсию можно с помощью аудиогида. Открытию экспозиции предшествовал торжественный митинг с участием ветеранов и участников боевых действий, руководства города и области, а также представителей Российской Федерации. Продолжит тему Людмила Логодич. В нашей стране проект Поезд Победы стартовал еще 11 июня и реализуется совместными усилиями Белорусской и Российской железной дороги. Увидеть экспозицию уже смогли жители Минска, Орши, Витебска, Полоцка и Гродно. Символично, что накануне 80-летия начала войны состав прибыл именно в наш город, где находится героическая Брестская крепость. Его появление вызвало большой ажиотаж у жителей города. Но ввиду ограниченной пропускной способности и эпидемической ситуации попасть на экскурсию можно только по специальным пригласительным билетам. После торжественного митинга в честь открытия экспозиции посетить ее первыми пригласили руководство города и области, а также почетных гостей. Приветствую вас в поезде Победы. Сегодня я приглашаю вас в путешествие. Каждая экспозиция это кусочек истории. От атмосферы до военного времени, где люди улыбаются и знакомятся, едут к родным и близким, до жуткого товарного вагона, в котором везут в концлагеря пленных, санитарной части или зала, посвященного Брестской крепости. Благодаря современным аудио-визуальным эффектам ветра, тепла, движения, различных звуков и запахов, реалистично переданы им безысходность и ужас военного времени, не оставляя никого равнодушным. Я уже думал, что меня трудно чем-то удивить в плане подходов к освещению темы войны. И вот этот проект, это уникальный проект с точки зрения воздействия на психику человека, это просто потрясающе. Замечательно, что, несмотря на то, что годы уходят от начала этих всех событий войны, мы ищем постоянно новые формы, как молодежь должна понимать, что же было тогда, 80 лет назад. И благодарен организаторам этого проекта, которые, собственно, на саму эту дату привезли сюда этот проект в наш город Брест. Впечатление незабываемое для меня, россиянина, когда поезд победы прибыл в Брест, это особая, наверное, радость больше, чем печаль. Почему? Здесь было очень показано хорошо, что поезд идет, он не останавливается. Меняется поколение, но победа, она всегда остается с нами, а здесь, в Бресте, это особенно бьет по сердцу. Во время экскурсии в наушниках звучит голос Лидии, дочери машиниста, которая от первого лица рассказывает свою историю войны. Рассказ не выдумка и основан на реальных событиях. В девяти вагонах поезда 150 человеческих фигур и более тысячи экспонатов. Этот последний называется «Возвращение домой». И здесь действительно чувствуется та радость от долгожданной победы. Отозвался этот проект и в сердцах тех, кто видел войну своими глазами. Малый участвовал в освобождении Карельского перешейка, участвовал в выборской наступательной операции, которая привела к тому, что финны капитулировали. Там я встретил День Победы. Находился в участии в Великой Отечественной и с первого до последнего дня я уже вторично встречаюсь с этим поездом Победы. Ну, это маленькое воспоминание, о Великой Отечественной войне. Это дает возможность в нашем отделе коснуться истории Великой Отечественной войны, то, что наши деды и предеды прошли и смогли победить такого врага, как немецкий фашистский захватчик. Помнить надо помнить и детям говорить. Говорить, говорить всем. Мои дети знают и это самое. И если мы не будем чтить это все, то, как говорится, не будем кормить свою армию, то будем чужую. А чужая будет добивать все. В числе тех, кто высоко оценил поезд Победы, Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси. Сколько нужно было сил, страданий и воли, чтобы все это выдержать и с этим справиться. Сейчас мы видели фразу «Умираю, не срамясь». Вот, наверное, эти два слова, три слова, если говорить, с той чередой филологии русского языка. Это вот формула народа, формула всего советского народа, абсолютного большинства. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ. Накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны Брест стал не только центром различных экскурсионных маршрутов, но и одной большой площадкой для реализации проектов, посвященных подвигу участников тех событий. Руководство города и области, городские организации и общественные объединения, а также специально приглашенные гости приняли участие в ряде акций, объединенных одной общей целью – памяти героев. На них побывала большое количество приглашенных СМИ, почетных гостей из Белоруссии и России. Мы саккумулировали в один материал и выделили самые яркие моменты происходящего. Сегодня очень важный день. Великолепный проект, который инициировали наши коллеги волонтеры Победы. Это сад памяти, где планировалось высадить 27 миллионов деревьев от Бреста до Владивостока. Это дань памяти всех жертв, кто погиб во время Великой Отечественной войны. И нам уже удалось высадить более 30 миллионов таких саженцев. И это еще не конец. Сегодня символическое завершение всего лишь этого проекта и на завершение всей нашей работы по сохранению исторической памяти. Важно, что международный проект собрал вместе и россиян и белорусов, которые высадили деревья, каждая из которых одновременно и дань памяти героям и символ подрастающей молодежи союзного государства. Среди гостей правнучка дважды героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, участник боевых действий Абрам Миркин и популярная российская певица. Это дерево я посадила в честь своих дедушек. Дедушка Антон, который в 17 лет, он из этих краев, из-под Бреста, и он дошел до Берлина. Обещаю это дерево всем защитникам Брестской крепости, которые героически обороняли не только наш город, не только нашу крепость, но и весь Советский Союз. Поэтому так. На территории города их 36 тысяч захоронено, 34 тысячи это неизвестная совета. А в этот же день на улице Советской гости и жители города приветствовали участников автопробега Брест-Иркутск-Брест. Напомним, экипаж из четырех машин отправился из Брестской крепости 8 мая, а накануне Дня памяти и скорби его участники, воодушевленные и выполнившие патриотическую и просветительскую миссию, вернулись в родной город. 16 тысяч 500 километров, 40 дней пути, побывали в 25 городах. В 20 городах мы передали капсулы на вечное хранение землей Брестской крепости и героя. Встречали нас вещи очень хорошо, замечательно, значит, с хлебом, с солью. Этот пробег был посвящен 80-летию, начала войны и вот 50-летию со дня основания музея обороны Брестской крепости. Ну вот мы в музей везем подарки, которые мы собрали, встречаясь с администрацией, встречаясь с детьми, встречаясь с общественными организациями в городах. Эмоции, но эмоции зашкаливают, потому что это реально было здорово, потому что мы сделали то, что хотели. Участники автопробега рассказывали о героическом подвиге защитников Брестской крепости, получали подарки в каждом городе и сами везли ценные сувениры. Везде, где мы встречались, мы передавали священную землю Брестской крепости, нам директор мемориального комплекса Григорий Григорьевич Бесюк передал в капсулах. Вот 25 было у нас капсул, все мы передали в российские регионы. Мы гордимся, что наш автопробег войдет в историю как самый продлительный, самый продолжительный для города Бреста. Дай Бог, чтобы нас кто-нибудь побил и, может быть, во Владивосток съездил. В рамках реализации международного историко-культурного проекта «Цифровая звезда», авторами которого является Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, 21 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» появилась стилизованная табличка с QR-кодом. Теперь любому желающему для того, чтобы узнать краткую информацию о Брестской крепости, достаточно поднести смартфон к QR-коду. Данный проект символизирует стремление союзной молодежи максимально достоверно сохранить и фиксировать память о событиях Великой Отечественной войны. Представляет собой информационный портал посредством так скажем телефонов. Любой человек, молодой человек, просто человек, который считает и хочет дополнить наш ресурс очередным памятным местом, он может зафиксировать геолокацию в том месте, сделать несколько фотографий, выгрузить контент, который опишет, чему посвящено памятное место, каким событием, в каком году было построено. И после процедуры валидации это памятное место отобразится на интерактивной карте. В 2018 году при нашей комиссии начала функционировать молодежная палата при парламентском собрании. И конечно же у них очень много инициатив, по которым они работают, но самой актуальной явилась инициатива с вот их проектом «Цифровая звезда». Они цифровали более 1100 памятников. И конечно же мы считаем очень важным то, что мы начали устанавливать таблички с QR-кодами, потому что мы знаем, что на сегодняшний день жизнь молодежи вся ушла в интернет-пространство. И правильно Александр Лукьянов сказал, что именно из интернет-пространства они должны черпать всю ту информацию, где совершенно правильно, честно расскажут о том, кто защищал нашу Родину, какова была защита и сколько было пострадавших. Суть проекта рассказать молодежи языком современных электронных гаджетов о событиях и героях Великой Отечественной войны. Это был заключительный материал выпуска BookInform, но мероприятий было столь много, что о них мы расскажем завтра в выпуске новостей в 19.40. А я, Ирина Левчук, с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин